Это программа «Оперативная съемка». Здравствуйте! Лето – время, когда активизируются квартирные воры. Беспечные жители, отправляясь в отпуск, не принимают никаких мер, чтобы обезопасить свое жилье. Многим это стоит нажитого имущества. Приманкой для квартирников становятся даже фотографии с отдыха в социальных сетях. Они как сигнал – квартира пустая. Отделение вневедомственной охраны во Владивостоке проводит акцию «Защити квартиру летом». В листовках, которые сотрудники вневедомки раздают жителям на улицах, советы, как уберечь свое жилье от воров. Наиболее эффективный способ – это подключение технических средств охраны с выводом на пульте централизованного наблюдения. А если нет возможности? Ну, грубо говоря, денег не хватает, что делать. Ну, если нет возможности, есть и способы, которые каждый может применить непосредственно в своей квартире. Это техническая укрепленность. Укрепленность дверей, окон. Если первоэтажи, то это решетки. И замки, дублирующие разного типа. И весь комплекс мероприятий. Ну, думаю, в общем доступе эта информация есть в наличии. Если касаемо каких-то нюансов, думаю, можно и разъяснить все это. Трагедия, унесшая 10 июня жизни троих детей, продолжает будоражить жителей Владивостока. Прописная истина – железная дорога, место повышенной опасности порой не действует, если речь идет о компании детей, которые от скуки начинают выдумывать себе экстремальные развлечения. Интересный факт. Одна из девочек в тот страшный день отказалась выйти на пути, чтобы сфотографироваться. Она вспомнила, как в школе рассказывали про опасности на железной дороге, испугалась и сохранила себе жизнь. Об этом рассказал в интервью нашей программе начальник Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте Игорь Боярин. Игорь Юрьевич, ну вот у нас сегодня с вами такой достаточно непростой разговор о трагедии, произошедшей в недалеком, в общем-то, прошлом, даже на железнодорожных путях, когда поезд сбил детей. Вот скажите, пожалуйста, чья в том вина? Это виноваты соответствующие службы или недоглядели родители? Просто вот обычный родительский недогляд. Вы знаете, проблема на самом деле достаточно многогранна, но все-таки я считаю, что воспитание ребенка начинается в семье. Родители, прежде всего, должны понимать важность того влияния, которое они оказывают на детей, важность общения с детьми. Дети предоставлены сами себе. И зачастую многие родители даже не подозревают, чем занимаются их дети. А вот сегодня, когда начались летние каникулы, у подростков появилось гораздо больше свободного времени и, соответственно, меньше контроля. И зачастую родители, конечно, даже не подозревают, чем занимаются их дети. Владивосток – город, который весь пересечен железнодорожными путями. Безусловно. В том числе поселок Новый, ведь его вот эти пути буквально надвое разделяют. Безусловно. И людям деваться просто некуда, они ходят через эти пути. А большой травматизм у нас на путях вообще ежегодно? Сколько людей гибнет? Людей, детей на железнодорожных путях? Если посмотреть на статистику, да, цифры, вещи прямые, то как раз прослеживается негативная тенденция. Вот за последние три года количество детей, погибших на дороге, увеличивается. Если в 2015 году всего мы зафиксировали два случая смертельных исходов, смертельных исходов по несовершеннолетним. Значит, один ребенок был смертельно травмирован железнодорожным транспортом, и один ребенок был травмирован электротоком. Когда перелазил через вагон и попал под электропровода высокого напряжения. То в 2016 году погибло уже три ребенка, два под колесами и один травмированным током. Летом? Да, это нет, это в течение всего года. То вот в 2017 году лето только началось, а мы имеем уже четыре детских смерти, прошу прощения, три детских смерти. И девочка одна находится сейчас в крайне тяжелом состоянии в больнице. А как Вы сказали накануне нашего с Вами интервью, мы с Вами разговаривали, одна из девочек отказалась пойти со всеми. То есть не сработал вот этот пресловутый подростковый стадный инстинкт. Отказалась и осталась жива. Совершенно верно. Ну, понимаете, все-таки та работа, которую проводят и учителя, и родители, и мы, как транспортная полиция, ну, вот, видимо, дали свои положительные результаты, ведь именно эта девочка, именно она отказалась, она вспомнила о тех профилактических мероприятиях, которые мы проводили. Все-таки смогли достучаться до сомнания ребенка о том, что железная дорога – это не место для развлечений и игр. Разговоры, вот эти доверительные, вечерние, человеком подросткового возраста могут восприняться как, ну, что-то, как давление какое-то, что ли, со стороны родителей. И может пойти даже наперекор родительской воле. Вот, как считаете, что нужно делать? Нет, я считаю, что контакт с ребенком нужно все равно устанавливать. Другое дело, что и семьи, где этот контакт полностью потерян. У нас есть и трудные подростки, и подростки, которые привыкли в своей жизни решать уже все сами. Тем не менее, родителям нужно находить пути. Я еще хочу добавить, что мы нередко становимся свидетелями того, как родители сами нарушают правила безопасности и правила поведения на транспорте. Когда взрослый человек тянет ребенка по этим железнодорожным путям, зажав его ладошку, быстрее, быстрее, главное, быстрее перейти. Это, наверное, ключевой момент. Не осознавая того, что родитель всегда является примером для детей. Дети априори воспринимают действия родителей как приоритет своих действий. А стоит ли показывать вот эти страшные фотографии, которые публикуют в интернете? Может быть, вот, так сказать, шоковая, такая стрессовая какая-то ситуация, и ребенок не пойдет гулять по путям? Вопрос, наверное, больше все-таки к специалистам, к детским психологам. Я бы, наверное, не стал показывать эти фотографии. Какие меры предпринимают сотрудники транспортной полиции для того, чтобы безопасность детей на транспорте сохранить? Конечно, нами проводится, безусловно, широкий комплекс, именно комплекс различных профилактических мероприятий. Ну, помимо бесед каких-то, проводим лекции, беседы в учебных заведениях. Я хочу сказать, что в прошлом году мы таких бесед провели 1300. То есть, фактически, наши инспектора каждый день бывают в каком-то учебном заведении в различных классах по возрастным категориям, с учетом возраста подшефных, строят такие, проводят такие беседы. Это и различные утренники, викторины, и конкурсы рисунков. Вы сами сказали, что рельефы в городе сложные. И самое главное, что дорога железная проходит практически по всему центру города, по всему побережью. Там очень много проживает людей, наших жителей города Владивостока. Частный сектор и высотные дома, и близость как раз от жилого массива к железной дороге, она провоцирует нарушение правил, которые потом впоследствии приводят к трагическим событиям. Как вообще вести себя человеку, который оказался в опасной ситуации на транспорте? Что делать, чтобы выжить? Как максимально себя без опасности? Мне бы хотелось подчеркнуть для жителей нашего города о том, что каждый должен понимать, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Это не место для игр, развлечений. И порой непонимание этого стоит очень дорого. Цена вопроса – это жизнь. А жизнь, мне кажется, это слишком дорогая цена. Поэтому я призываю еще раз, пользуясь случаях всех, соблюдать правила поведения на железнодорожном транспорте. То есть не лазить под вагонами, не перебегать железнодорожные пути, если они заграждены шлагбаумом, если горят светофоры, бывают и такие прецеденты. Не играть на путях, тем более не делать на них селфи, не фотографироваться, а вести себя спокойно, ждать на перронах поездов, так? Конечно, лазить под вагонами, цепляться за вагонами, запрыгивать на ходу поезда на подножке, тем более кататься на вагонах, делать экстремальные селфи, фотографироваться. Но это недопустимо. Прыгать на вагоны, где контактная линия проходит? Прыгать и так далее. Ну, когда вагоны стоят под контактной сетью, напряжение до 3000 В находится. Достаточно даже не дотронуться до провода, достаточно находиться от провода на расстоянии 50-70 см, может произойти разряд, дуга, напряжение 2000 В. Ребенок обгорает практически на 90%. Вот об этом надо помнить. То есть только наша собственная бдительность поможет сохранить жизнь нам и нашим детям? Совершенно верно. Спасибо большое, Игорь Юрьевич, вам. Очень полезная беседа. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Между тем, несмотря на все предупреждения, жители Владивостока продолжают искушать судьбу на железной дороге. 18 июня в районе Океанской под грузовой поезд угодило такси. Водитель выскочил на пути, когда состав двигался назад. От удара Тойоти Приус помяла левый бок. К счастью, обошлось без жертв. И далее о происшествиях в нашем дайджесте. Три человека пострадали в аварии на Океанской. Виновником происшествия стала фура, которая двигалась в сторону выезда из города. Во время движения от длинномера лопнуло колесо. Грузовик отлетел на леерное ограждение и подмял под себя две машины, которые ехали рядом. Одну развернуло на 180 градусов, а вторая вылетела в кювет. На Юмашево сгорело такси. Машина с огромной скоростью ехала с ней быта в сторону Боляева. В районе зеленого угла ее занесло на скользкой дороге. Автомобиль выскочил навстречку, врезался в бетонные блоки и задымился. Водитель выскочил из горящей машины и скрылся. Спасти автомобиль не удалось. Почему таксист сбежал, предстоит выяснить автоинспекторам. Возможно, он был пьян. Больше 20 автомобилей пострадали в снеговой паде. Неизвестные злоумышленники порезали им шины. Как предполагает хозяева машин, причина в новой нелегальной парковке. Возможно, таким образом ее хозяева пытались пригласить автовладельцев ставить автомобили на ночь. 23 июня в 5 утра на Русской из-под земли забил гейзер. Причина происшествия – гидравлические испытания на этом участке и, как следствие, порыв трубопровода. Течь специалисты почти сразу устранили, однако мощная струя воды успела окатить несколько проезжающих машин. На этом все. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!